здравствуйте дорогие друзья мы снова с вами на канале перехват управления у нас гостях александр валерьевич лежава финансист экономист общественный деятель здравствуйте александр здравствуйте с 1 августа запускается тестирование цифрового рубля что нам ждать от этого действительно законодательная часть полностью реализована принято в трех чтения государственной думой советом федерации подписан президентом и с 1 августа а банк россии запускает пилотный проект по его тестированию в пилотном проекте если зайти на сайт банка россии можно увидеть что участвует 15 банков но если вы внимательно почитаете их название по большому счету это наверное более 80 процентов и всей банковской инфраструктуры российской и активов поэтому вам можно сказать что в обкатке принимают участие практически все основные участники а все остальное все остальные коммерческие банки пусть их там и несколько сотен они скажем так будут присутствовать на этом рынке но не играют принципиально важные роли чем интересны вот эти вот все структуры тем что это максимум клиентов максимум транзакций и максимум тех операций которые проводятся и физическими лицами и компаниями поэтому и тестирование понятен выбор почему центральный банк выходил выбирал именно их и здесь банк россии говорит что это вот будет пилотный проект ограниченное количество участников это тоже вполне понятно необходимо обкатать методики технологии проверить как это все работает и сразу запускать широкое применение чтобы начали вылезать ошибки появилось много крика сразу и шума это создаст негативную картинку и так восприятие у цифрового рубля выглядит он не очень для публики причем как и все остальные цифровые валюты центральных банков но здесь пытаются избежать вот этих ошибок поэтому говорят вот мы будем определенные группы там сотрудников крупных банков исключительно небольшие и потом будем дальше расширять все это дело известно с чего начнут да известно банк россии не скрывает это это открытие счетов точнее открытие счетов цифровых кошельков варианты расчетов между участниками физическими лицами между физическими лицами и компаниями между компаниями однако если мы посмотрим все вот это вот в комплексе то есть это самые базовые операции которые необходимы для каждого банка и судя по тому что банк россии считает нужным это все обкатать нет уверенности что то программное обеспечение которое существует оно работает везде и всегда корректно они не скрывают что по мере того как все это будет обкатываться это будет расширяться использование но что есть то есть и говорить о том что это будет какое-то ограниченное количество да наверное начнут сотрудников банков и как я слышал даже те же самые рядовые сотрудники центрального банка крайне обеспокоены тем что им будут открывать вот эти вот цифровые счета и как опять же я слышал они не скрывают что они с ужасом ждут когда это будет внедрено но это естественно на низовом уровне и не для что называется не для руководства которые всеми силами пытаются это реализовать дальше будет все дело естественно расширяться по мере того как будет накапливаться опыта исправляться ошибки судя по тому что она тестирование на пилотный проект на тестирование они берут примерно полтора года уверенности в том что все надежно хорошо работает у них нету самих александр скажите а вот открыть счет допустим я работник банка которого заставляют открыть счет я имею право не открывать или будут какие-то санкции против меня скорее всего исходя из предыдущего опыта не открыть счет не получится ну по крайней мере те кто будет задействован в тестировании хотя возможно всякие варианты возможно кто-то захочет сам открыть возможно кто-то не захочет и все будет по большому счету зависеть от руководства конкретной кредитной организации будут ли они заставлять силком а как мы знаем в подавляющем большинстве случаев и в других странах это делается именно таким методом лишение премии увольнения под угрозами там разнообразными увольнений до лишения премии каких-то таких взысканий понижение в должностях не исключаю что это будет возможно где-то этого не будет поэтому если у вас есть возможность не открывать не открывайте а все остальные операции а допустим да вот ситуация вас заставили открыть счет у вас может быть счет но вы можете не проводить платежи опять та же самая ситуация возникает с возможным давлением на вас поскольку банк видит все вот эти вот транзакции которые происходят то могут опять же поддавливать но если вы сводите свои расчеты если возможность есть не открывать счет не открывайте если вас заставляют но вы открыли счет но не проводите расчеты если вас заставляют проводить расчеты проводите их по минимуму в конце концов вы все это можете сделать и здесь ну когда народу много на каждого давление не окажешь да будут пытаться как-то на это влиять но достаточно сложно по крайней мере сторонним клиентам тем же самым вот гражданам компаниям ну можно порекомендовать этого просто не делать и здесь чем меньше транзакций тем меньше статистика будет сложнее набирать вот эту вот базу исправлять ошибки и еще работникам посоветую все-таки снимать деньги с карт и расплачиваться везде наличным если ну вы совершенно правы и здесь по поводу наличных если есть желание возможности снимайте платите наличными не жадничать да в данном случае но может сложиться ситуация когда те же самые банки будут вводить те или иные ограничения на снятие наличных и всячески поддавливать своих клиентов чтобы они рассчитывались без наличных а вот запрет на снятие или ограничения какие-то разве это законно нет но это будет скажем так регулироваться опять же с подачи центрального банка различными методами то есть будут поддавливать прикрываясь угрозой отзыва лицензии введения ограничений там санкции так далее против банка но это уже неоднократная методика это уже настолько у цб отработано что даже говорить не приходится поэтому если есть возможность снимать наличные рассчитываться ими рассчитывайтесь не стесняйтесь а если же начинаются вот такие вот сложности и банки говорят то что вот мы вам выдадим только определенную сумму в месяц а больше вот рассчитывайте безналично рассчитывайте безналично но не цифровыми рублями а теми той второй формой безналичной формы рубля которая существовала и до того традиционными обычными расчетами это безналичный расчет безналичный но это не цифровой рубль спасибо александр но я так понимаю что это такая первая стадия что дальше будет совершенно верно это первая стадия это пока обкатка и чем дольше это фаза будет занимать тем позднее будет вводиться будут переходить к следующим шагам появятся следующие шаги на это будут и несколько иные ответы скажите вот почему вы думаете что именно силовыми методами к сожалению есть два серьезных момента во первых принципиальных каких-то плюсов для населения для этих фирм которые будут пользоваться цифровым рублем на текущий момент не просматривается это ничем не лучше чем обычные безналичные расчеты не по срокам не по комиссиям не почему и когда тот же самый банк россии говорит что это вот будет быстрее дешевле цифры все те же самые что в системе быстрых платежей что в цифровом рубле но может быть они все-таки дадут нам какую-нибудь морковку чтобы заманить поэтому менять шило на мыло нет особого резона а по поводу заманить ну вот смотрите это же официальная информация банка россии проценты по счетам не начисляются поскольку это противоречит полностью самой идеологии цифрового рубля не начисляются а комиссии те же самые кэшбэки если в случае там с безналичными расчетами там различные магазины банки их предлагают то здесь ничего подобного не будет потому что это опять же противоречит самой идеологии цифрового рубля поэтому с точки зрения пользователя я уж не говорю про контроль про тотальный за всеми транзакциями кто куда сколько чего заплатила почему плюсов то нет и второй момент который ярко показывает этот зарубежный опыт возьмите любую страну тот же самый китай только силовыми методами желающих просто так перед переходить на цифровой юань особо нет но руководство там провинции городов регионов да это вводит просто насильно по сути еще более яркий пример а на который тут как-то ссылался какой-то из сайтов то что вот в нигерии запустили прекрасный пример запустили закончилось это во первых погромами отделений центрального банка беспорядками и в кон в конечном итоге как только сменился президент посадкой главы центрального банка нигерии прекрасный пример пилотного проекта полностью поддержку там даже говорится что нигерия вообще это уже не пилотный проект это уже вот полностью запущенное то есть это уже не про пилот и не сработало пилот начался полтора года назад и что мы видим а как только они запустили они попытались сразу уменьшить количество наличных денег в обращении это спровоцировало ну по сути бунта среди населения в результате пришедший к власти новый президент сразу отправил главу центрального банка за решетку хороший пример александр а как у нас в китае обстоит дело с цифровым юанем ну наши китайские партнеры уже не один год с этим бьются запустили это еще до олимпиады и олимпиада показала что цифровой юань оказался ну по большому счету полным провалом никто им не пользоваться пользовались обычными безналичными расчетами и если мы вспомним опять же китайских пользователей то они откровенно говорят что никаких плюсов с точки зрения расчетов нет зато сейчас от тех же самых китайских пользователей требуют чтобы они проходили идентификацию чтобы снимали образ ладони лица и так далее и расчет исключительно вот таким вот то есть контроль ведется по антропометрии по расчетам по социальному рейтингу то есть ничего кроме расчетов и к ну ничего кроме контроля он не дает цель контролировать население ну хотя в общем кристина лагард это не скрывает и не скрывала открыто говорил о том что любые цифровые валюты центральных банков это исключительно контроль за населением но очень показательно было в начале года когда китайцам на счета цифрового юаня закинули определенные суммы в качестве такой вот ну я бы не сказал благотворительной акции а в качестве некоего подарка прошло буквально несколько секунд как они из цифрового рубля цифрового юаня они либо их потратили перевели просто в обычные безналичные юаня то есть резко сразу же отказались фактически да то есть да они вынуждены получать эти цифровые юани которые тут же перегоняют другую форму но хорошо а этим что-то выигрывает центральный банк если вот так вот будут все люди делать а это тогда бессмыслиц вся это вот цифровая история с цифровой валютой всякие вот эти вот мысли центрального банка что им удастся загнать людей в цифру исключительно и все контролировать у нас есть еще один достаточно показательный аспект у нас страна большая и если допустим там в москве далеко не везде даже самая связь хорошо надежно работает то даже отъехав 10 километров от москвы это уже становится проблемой и для подавляющего большинства российских территорий это в первую очередь наличные потому что никакой связи нормальной там нет так что в этом плане надежды пусть они питают но это вряд ли удастся потом а насколько я могу судить даже если они добьются полной отмены наличных ситуация будет примерно напоминать то что происходило с гаем юлием цезарем и пиратами я уже неоднократно приводил пример когда его пираты захватили потребовали выкуп выкуп доставили его выпустили он сразу снарядил эскадру и пиратов там погромил а и сказал что мы полностью победили пиратство где гай юлий цезарь где пираты его две с половиной тысячи лет уже нет нет вру две тысячи лет нет а пираты до сих пор существует в том или ином виде поэтому то же самое будет и с наличными истребить не удастся спасибо александр на сегодня все спасибо вам